После многодневного разгула толпы, откликнувшись на призыв своего лидера, на улицы Ла-Паса выходят сторонники Эва Моралеса защитить страну от госпереворота. Хаос в крупнейшем городе Боливии продолжался всю минувшую ночь. Пока рядовые участники протеста волокут и сжигают символический гроб с именем Моралеса, их лидеры расправляются с членами его кабинета. Вот на сцене актового зала вершится скорое полувоенное судилище. Натягивая маску, человек в бронежилете выводит испуганную женщину. Уже задержаны президент и вице-президент высшего избирательного суда и некоторые региональные чиновники. Схватить пытались и самого Моралеса. Сотрудникам полиции оппозиционеры выдали ордер на арест, о чем он сам написал в Твиттере. Для боливийского президента сейчас это единственный устойчивый канал коммуникации со сторонниками. Накануне самолет Моралеса приземлился в аэропорту департамента Качабамба. О своей отставке глава страны объявил в эфире национального телевидения. Я не хочу продолжения насилия и агрессии, поэтому я объявляю, что отправил в законодательное собрание заявление о своей отставке. Большое спасибо. Как это часто бывает, в Латинской Америке решающее слово сказали военные. Генералы вынудили Моралеса заявить об уходе. Мы предлагаем президенту государства отказаться от своего президентского мандата, что позволит восстановить мир и сохранить стабильность на благо нашей Боливии. Впрочем, у тех, кто направляет толпу, далекие от мирных планы. Словно перелистывая затертый до дыр учебник цветных революций, молодежь направляется громить дом Моралеса. Молодчиков явно ждет разочарование. Тот, кому адресованы оскорбления на стенах, вел скромный образ жизни. Бродящая по разбитому жилищу камера, видимо, ищет тайные богатства. Но в кадр попадает совсем не президентский быт. Недорогая сантехника, кафельная плитка на полу, самые обычные кроссовки. Эва Моралес действительно никогда не жил двойной жизнью. Ел простую пищу, пил чай мате, жевал листья куки. Он никогда не носил дорогих костюмов и даже не надевал галстук. Вас все в Боливии зовут брат-президент? Да. А как мне к вам обращаться? Брат. Брат? Ну, конечно, мы ведь все вышли из праха и вернемся в прах. Мы дети земли. Моралес и пришел к власти оттуда с самых низов. Первый индейец на посту президента во всей Южной Америке, лидер левой партии движения к социализму, победил на выборах в 2005-м. Засучив рукава, принялся за реформы. Нефтегазовую отрасль национализировали, безземельным крестьянам передали на делы, заработали социальные программы. Площадки для любимого Моралеса футбола, он всегда играет под номером 10, как Марадонна, появились в каждой деревне. ВВП Боливии рос примерно на 5% в год, приостановившись только после общего падения цен на нефть. Американцам, которые всегда чувствовали себя там хозяевами, пришлось паковать свои армейские рюкзаки. На этой американской военной базе готовили на меня покушение. У нас же раньше президенты один за другим менялись после переворотов. А убрали мы базу, и перевороты прекратились. Интервью вестям Эва Моралес тогда давал не только ухижины, в которой вырос, но и на борту видавшего вида небольшого самолета. Того самого, которому в 2013 году закрыли воздушное пространство в Европе. По указке из США, где предполагали, что Моралес тайно увозит в Боливию из Москвы Эдварда Сноудена. Лидер, далеко не самый могущественный, даже по меркам Латинской Америки, страны, никогда не вел себя так, как, по мнению американцев, подобает себя вести обитателям их заднего двора. Раздражал своей самостоятельностью. В совбезе в лицо говорил Трампу, что думает... Вас не интересуют права человека и закон. Дружил с Фиделем Кастро. Я сразу знал, что он победит на выборах. Поддерживал Уга Чавеса. Это стальной тигр, железный. В Вашингтоне Моралеса ненавидели. Соединенным Штатам пора понять, прошло время их постоянных вторжений. Мы живем в 21 веке. Это век людей, а не империй. В Боливии у американцев пока получается то, что не получилось в Венесуэле. По не раз обкатанной технологии использовали местные выборы, с которыми сам Моралес, честно говоря, наломал дров. Сначала поставил на референдум вопрос о новом сроке, но не получив одобрения, все равно решил выдвигаться в четвертый раз. Когда победа в первом туре сорвалась, ситуацию еще больше усугубило его обращение к организации американских государств. То есть туда, где совсем недавно с легкостью поддержали самозванца Гуайдо. Как и во время событий в Каракасе, именно правая оппозиция в Боливии выступила в роли отмычки планов у нее и у ее кураторов Громадьё. Еще остаются Куба и Никарагуа. Боливия должна стать надеждой для всей Латинской Америки, что с коммунизмом можно покончить. С тем, что есть у контрреволюции начало, но нет у контрреволюции конца, согласны в США, Канаде и Бразилии. В Госдепе уже требуют снарядить в Боливию миссию наблюдения за новым избирательным процессом. К тому, что Эва Моралес должен быть из него исключен, в США относятся как к чему-то, что произойдет по умолчанию. А ведь за действующего президента Боливии проголосовало на 600 тысяч человек больше, чем за его конкурента, который, само собой, также требует не допускать Моралеса до новых выборов. Продолжение следует...